а они уже смотрят до скорого возможно вы замечали а возможно нет но мне нравится музыкальные инструменты скажите мистика ладно это слишком долгий заход в общем-то это лето я объявляю летом музыкальных инструментов не знаю понравится вам это или нет но меня такой контент допустим радует надеюсь вам он тоже зайдет и первым роликом в этой серии будет кахон приятного просмотра вижу вопрос ваших глазах что на хрен такое кахон если коротко то кахон это перкуссионный музыкальный инструмент который частично заменяет ударную установку выглядит он вот так вот так ну в общем как коробка уровень сложности работы в изготовлении кахона начальный по материалам это обычная фанера и так размеры в общем-то представляет он себя вот такую коробку размеры и и высота 48 ширина 30 и глубина тоже 30 сантиметров на самом деле 48 это наверное слишком высоковато я сделаю 46 высоту самой коробки но плюс еще ножки будет поэтому в целом останется равно 48 для основы корпуса я буду использовать 15 миллиметровую фанеру на самом деле это немного толстого то обычно использую 12 миллиметровую фанеру но у меня чуть-чуть как бы это сказать другой нету на самом деле я больше из-за конструктива хочу использовать 15 миллиметровую фанеру ну думаю чуть дальше будет понятно для задней стенки которая будет но с отверстием в 12 сантиметров будет использована 6 миллиметрового фанера ну а для передней стенки она называется вот так вот я буду использовать трех миллиметровую фанеру можно было конечно бы это все нарезать на циркулярной пиле но и же у меня есть чип-устанок почему бы не воспользоваться а а и 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 перед тем как нарезать фанеру на чипу я заготовил вот такие вот брусочки речки не закрыты назвать и именно через эти брусочки я буду делать соединение углов нашего корпуса ну и так как я знаю поля хамуха и размер этих брусочков 22 на 24 миллиметра зачем я это сейчас вам говорю по сути это как бы безразлично они могут быть разных размеров но именно эти размеры мне нужно учесть чтобы сделать правильный раскрой фанеры хотя ладно все-таки поясню и не смог понять не будет в общем то вот эти бруски у нас находится в углах здесь у нас идет фанера 15 миллиметров в общем то а чтобы у нас получилась высота самого капона 460 вычитаем 48 это две у нас высоты этих брусочек получается 412 то есть нам нужно два элемента по 412 на 300 миллиметров и 2 по 256 на 300 миллиметров хотела было найти более менее симпатичную фанеру но к сожалению рисунок такой себе но мы здесь не из-за этим мы здесь главное чтобы нормально звучало в общем то нарезаю первые две боковые стенки теперь из-за того что мой чипу не всегда бывает попадает в размер я уже по вот этой длине который уже вырезана на не факту просто 30 буду отмерять брусочки и вырезать по вот этой длине а не вру в этот раз ровно все отлично 30 я сейчас думаю использовать все таки ламельки или вырезать полосочки из 4 миллилитровой фанеры и использовать их как одну такую большую шпонку как будто ки скорее всего лучше одну большую сделать в общем то вот такое соединение я думаю стоит оставлять будем надеяться что будет достаточно что-то очень красиво напрягается 5 4 3 2 1 понятно так проверил на сухую все сходится сначала наверное сейчас клею дно и крышку а завтра уже сутку и их со стенками и 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 уже завтра. День второй, полка и дно высохли. Перепроверяю все на сухую. Я вот не очень понимаю, как мне выдержать прямой угол в этом кубике. Ладно, что, попробую это все перепроверять сразу угольником. Прошел час, в принципе уже все высохло, но убирать струкцины я пока не хочу, пускай это будет в таком тяжелом состоянии, потому что мне нужно выровнять плоскость лицевой части, где будет крепиться тапа. Для этого я на лист LDSP сейчас хочу приклеить вот такой кусок наждака 16H. Короче, крупного какого-то. И тем самым хочу вот такими движениями выровнять плоскость. Да, это нужно было объяснить, да. Так, заднюю стенку я планировал делать вкладной. Если это правильно говорить. Короче, мне нужно ее утопить в ровень с торцом самого каркаса. В общем, я надеюсь, что все получится и пробую это сделать все просто, держа фрезер в руке. Да, в целом отлично. Все-таки чуть-чуть дрогнула рука. Ну, наверное, стоит какую-то форму делать для фрезеровки, чтобы это было идеально. Но, опять же, мы сегодня тестируем. Так что, как будто вот так прикрою, как будто и нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... что же касается лицевой части а именно тапы по которой мы будем бить обычно в интернете все что я нашел ее делают из 4 миллиметровой фанеры но в качестве эксперимента у меня есть вот такой лист шпона ясеня толщина его где-то 3 миллиметра и интересно попробовать поставить его в качестве тапы принципе переживать здесь не за что потому как эта часть будет на шурупах так что можно будет менять хоть фанерную хоть этого сколько хочешь если что я приблизительно вот такую разметку делал то есть по краям где 13 миллиметров по этим углам делал потому что метам брусочки далее 80 миллиметров 150 миллиметров и но из этой стороны если что 80 так как здесь 300 всего сверху до 1 на боковинах 150 миллиметров далее 250 и 350 миллиметров снизу 4 самореза будет он на расстоянии приблизительно где-то около ста миллиметров сожалению для того чтобы завершить наш как он не потребуется пожертвовать у этого барабана его под струнник ему если что все равно нужно его менять так что ничего страшного данный под струнник нужно разрезать пополам по идее именно этот элемент в кахоне даст нам его характерный такой металлический призвук звучание механизм крепления под струнника да нельзя прост выглядит это все просто вот так вот прикручиваем на саморезы погружаем наш механизм внутрь таким образом чтобы струны торчали наружу и тем самым они упирались в нашу тапу и по идее когда мы будем бить а она уже есть такое тип прикол были мне ожидал так вот единственно только я не знаю на каком расстоянии нужно это делать попробуем эмпирическим путем а мне осталось покрыть все лаком результат вы увидите через секунду о закат запись пошла так перед тем как заиграть немного объясню в принципе что это себе представляет у кахона имеется несколько областей каждый из которых отвечает за свое звучание например вот эта область отвечает за бас-бочку вот это отвечает за малый рабочий барабан и в принципе все там возможно есть несколько своих нюансов которых я допустим не знаю но из этого уже можно строить ритмический рисунок также стоит сказать что саморезами ну винтами или шурупами можно регулировать звучание малого барабана то есть мы немножко можем приоткрутить шуруп и звучание уже меняется я вот допустим люблю такой ярко выраженный звук подструнника ну и завершение ролика посмотрим как это звучит вместе например с гитарой подпишись на канал нет ну правда подпишись на канал а ты уже что не не серьезно ну давай подписывайся тут как бы всякое такое происходит ну вещи делаем не знаю как вам по моему меня полностью удовлетворила работа результат ну скажу честно я не играл на покупных кахонах не знаю как они на самом деле звучат но то что у меня получилось по моему звучит вполне себе неплохо если вы знатоки в этом то будьте добры напишите в комментариях как вам моя работа но если видео вам просто понравилось то ставьте лайк подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике пока пока